Юлия Светличная передала родным киборга Сергея Колодея по два приказа на разработку проектов землеустройства. На садоводческие участки по 12 соток и по 2 гектара земли для ведения личного сельского хозяйства. По соседству уже получили территории 140 бойцов и было создано садовое товарищество участников АТО. В эти дни мы празднуем 25-летие создания вооруженных сил Украины. И, конечно, за последние годы наша армия преобразилась по сравнению с тем, на каком этапе была, когда началась российская агрессия. Мне приятно сегодня общаться с вами, с мамой и братом. Человека, который не побоялся ничего, который обладал железным характером. Командир роты механизированного батальона 93-й Днепропетровской ОМБ Сергей Колодей защищал Донецкий аэропорт и погиб во время отражения танковой атаки. О том, что сын находился в зоне АТО, Наталья Колодей узнала только, когда пришло известие о его гибели. Потом вызывали в Киев. В Киеве я общалась с полковником спецназа, трепаком Александром Сергеевичем. Там уже узнавала о его службе, как он там находился, так как они находились. У него зона ответственности была старый терминал, а у Сергея зона ответственности нового терминала. Он должен был приехать в отпуск, в отпуск не смог приехать. Юлия Светличная поручила председателю Дергачевской райгосадминистрации уделять особое внимание семье Сергея Колодея. Также губернатор отметила, что в регионе всем участникам антитеррористической операции оказывается поддержка. В частности, в вопросах строительства и приобретения жилья, для чего на реализацию профильной программы из областного бюджета на прошлой неделе выделили 6,5 миллионов гривен. 10 участников АТО в полном обществе предоставили необходимые документы и уже мают на руках отримані договора, чтобы в дальнейшем отримать эти сучасные квартиры. Звичайно, в первую очередь, это люди, которые, кроме статуса участников боевых действий, еще и статус переселенца. Среди них есть и те, кто стоят на квартирном облике, люди, которые отримали поранення. Новые квартиры семьи участников АТО смогут получить уже в начале 2017 года. Могу сказать, что это полная конструктивная работа и союза ветеранов АТО, и общественных организаций, и органов исполнительной власти, которая дает возможность нам созидать, развиваться и идти вперед. Согласно принятой программе, 40% стоимости приобретаемого жилья компенсируется из областного бюджета, остальную часть платит боец АТО. По расчетам специалистов, воспользоваться такой возможностью смогут до 200 семей участников антитеррористической операции. Надежда Тофан, Медиагруппа «Объектив».